Привет, дорогие мои! С вами Дыга Лариса и мое сегодняшнее видео посвящено очень важному и насущному вопросу, который я очень часто читаю и слышу от вас. Как часто нужно пользоваться скрабом именно вам? Дело в том, что мы все разные, кожа у нас разная, возраст тоже разный. Соответственно, скрабом мы будем пользоваться по-разному. Если, к примеру, у вас молодая жирная кожа, значит, вы берете скрабик и используете его два раза в неделю. Не забывайте, что эта процедура вечерняя, используем мы скраб не вместо очищения, а после. После скраба обязательно наносим тоник и свой вечерний уход. Если же у вас кожа сухая или нормальная, то мы берем этот же скрабик и используем его один раз в неделю. И, казалось бы, все просто. Кожа жирная используем два раза в неделю, кожа сухая один раз в неделю. Но нет. Если у вас кожа жирная, но при этом зрелая, то вы обратите внимание, что два раза в неделю вам уже много, а раза в неделю мало. Поэтому мы берем промежуток в 10 дней и используем его два раза в 10 дней. Если же у вас кожа склонна к высыпаниям, и вы обратили внимание, что у вас ни один, ни два прыщика, прям целый осыпь, в этот период времени мы скрабик отставляем или избегаем тех зон, где у нас появились высыпания. Если вы обратили внимание, что у вас появились капиллярчики, близко расположенные сосудики, как, к примеру, у меня. Значит, либо вы оставляете скраб совсем, если у вас по всему лицу такая проблема, либо делаете так, как я. Те места, где у вас есть чрезмерное количество капиллярчиков, вы избегаете, а все остальные места правильно отшелушиваем. Как это делать правильно, дополнительные советы по использованию скрабика у меня есть в отдельном видео, и я оставлю ссылочку на него в боксике под видео. Если вы хотите приобретать косметику Reflame с дополнительной 20% скидкой, а это значит дополнительно 20% от той цены, которую вы видите в каталоге, то там же под видео есть ссылочка, написанная регистрация и ссылочка. Нажимайте и присылайте заявочку. И на этом все. Благодарю, что были со мной, и до новых встреч. Пока-пока.